Утро Улыбаюсь и встречаю Оранжевое утро Здравствуй, город! Всем пора вставать, всем пора вставать По делам бежать Улыбаться, воздухом дышать Здравствуй, утро! Подарки бывают только по праздникам Или не только Весь июнь Мазда 6 комплектуется драйвом Автомобили Мазда уже с набором зимних шин Подробнее в Юнайт Моторс по телефону 37 33 93 Сон-сон Доброе утро, любимый город! Привет, Владимир! В прямом эфире шестого канала Оранжевое утро И моего ведущие Дмитрий Шевелев И Анна Лузгина На календаре вторник, 11 июня И сегодня, в преддверии Дня России Мы поднимаем патриотическую тему Сегодня час, в прямом эфире будем говорить Про патриотизм, про День России Вот мы с вами постарались в белое, в синее Ну и немного в красное даже нарядиться Чтобы соответствовать теме Ну а начинаем мы, как всегда, по традиции С конкурса «Ранняя пташка» Первый, кто дозвонится к нам в студию В прямой эфир по телефону, который не меняется 36, 66, 66 Получит наш вкусный подарок от нашего спонсора Кафе «Вилки нет» «Вилки нет» Это европейская, японская кухня В кафе и дома Большие порции, маленькие цены В кафе «Вилки нет» вся сила в качестве Мы для вас, конечно же, подготовили Нашу традиционную викторину Поэтому звоните нам Получайте наши подарки от «Вилки нет» И нашу чашку с символикой оранжевого утра Ну а пока что усаживайтесь поудобней А по традиции мы начинаем с календаря И прогнозы погоды 270 лет назад, в этот день Бенджамин Франклин изобрел кухонную плиту Он придумал экономичную печь Для стены которой использовал чугун Обладающий большей теплопроводностью Печь одновременно была и котлом, и радиатором Таким образом, ему удалось уменьшить потери тепла Расход топлива и размеры печи Эта печь была одним из самых популярных изобретений Франклина И до сих пор используется во многих странах мира Несмотря на это, Франклин так ее и не запатентовал 11 июня 1826 года открылась первая Московская глазная больница Московский военный генерал-губернатор Дмитрий Владимирович Голицын Поддержав пожелания общественных деятелей О необходимости создания в Москве специализированной глазной больницы Организовал и возглавил комитет по сбору пожертвований С 15 ноября 1830 года и по сей день глазная больница располагается в Малом Кисловском переулке 11 июня 1965 года английская королева Елизавета Наградила орденом Британской империи музыкантов группы Битлз Рыцарский орден был создан британским королем Георгом V 4 июня 1917 года Девиз ордена «За Бога и империю» Это самый младший орден британской наградной системы При этом в нем состоит наибольшее число членов 38 лет назад, 11 июня, добыта первая нефть в Северном море День ангела сегодня празднует Александр, Андрей, Иван, Мария Специальное предложение В ювелирных магазинах «Адамант» Цепи и браслеты из золота 585-й пробы 1800 рублей за грамм Доброе утро, город Владимир В студии Мария Табакова С прогнозом погоды на день грядущий Спонсор прогноза погоды – сеть ювелирных салонов «Адамант» Летнее предложение – цепи и браслеты 585-й пробы По ценам завода На календаре вторник, 11 июня День будет по-настоящему жаркий Столбик термометра поднимется до плюс 25 градусов Атмосферное давление – 742 мм ртутного столба Ветер юго-западный – 4 м в секунду Влажность воздуха – 64% Друзья, желаю вам летнего настроения и удачного дня Прощаюсь с вами, до завтра Доброе утро, владимирцы! Сегодня мы в преддверии Дня России поднимаем патриотическую тему Говорим о том, какая наша Россия великая, большая, как мы ее очень сильно любим И как в школах и патриотических клубах поднимается патриотический настрой Сначала считается, что эта патриотическая тема, она закладывается, я думаю, по всем правилам Должна закладываться в самом раннем возрасте Не только в школах, в институтах, но уже начиная с самого раннего В детском саду В детском саду, например Ну и просто родители, я думаю, должны без сомнений прививать любовь к нашей стране Потому что мы любим нашу Россию, ну что-то сказать Да, и нужно, чтобы наши дети ее любили А если дома, в семье будут постоянно ее ругать, какая она у нас плохая, как у нас все развалится, как у нас все плохо Поэтому, дорогие родители, хвалите Россию в присутствии своих детей, чтобы они ее тоже любили уже с самого раннего детства Сегодня мы говорим весь час про День России у нас в преддверии 12 июня Кстати, 12 июня, почему День России? 12 июня в 1990 году на съезде партии было принято решение о суверенитете Российской Федерации И вот именно 13 лет назад в этот день, ну завтра в этот день, 12 июня Будет отмечаться вот уже ставший такой традиционным выходным красным днем календаря День России Ну а сейчас давайте начнем с ранней пташки У нас есть первый дозвонившийся, и он уже получает наш вкусный подарок Давай с ним поздороваемся Доброе утро! Доброе утро! Представьтесь, пожалуйста Меня зовут Светлана Светлана, очень приятно! Как вы начинаете свое утро? С программы «Оранжевое утро» И это правильно? Это... Там первый... У вас же есть первый правильный ответ Осталось всего два, и вы получите наше сувенир Светлана, расскажите, а вот рады, что завтра выходной? Можно отдохнуть на неделе? Да, конечно, я думаю, так и все Чем будете заниматься в выходной день? Не знаю, еще пока не решил, но, наверное, пойду гулять по городу, по-любимому Это тоже, я думаю, правильный ответ, потому что правильно, хорошая погода, нужно выходить на природу, гулять, больше дышать свежим воздухом Спасибо большое вам за звонок, будьте с нами все это утро Спасибо, всего доброго, до свидания! До свидания! Желаю вам хорошего настроения, и давайте заряжаться уже позитивом, давайте просыпаться и готовиться к трудовому дню Ну, тем более, завтра выходной, поэтому надо хорошенько поработать сегодня Конечно, конечно, чтобы была возможность завтра отдохнуть, но в четверг, уже собравшись силами, сильно не расслабляться, потому что там до выходных останется всего два дня, четверг и пятница Поэтому такой хороший должен быть настрой все-таки боевой, поэтому сильно завтра лучше не расслабляться Молодец, отлично стоит, я считаю Давай продолжим про патриотическую нашу тему Я считаю, что огромное значение также в воспитании и в подрастающем поколении патриотических настроений, патриотических чувств играют общественные объединения и различные клубы Я с тобой абсолютно согласна, и для этого как раз таки и в эти клубы, и в школы, и в детские сады приглашают ветеранов, которые проводят беседы, которые рассказывают И ребяткам всегда очень интересно встречаться с ветеранами, потому что вот живой пример мужества, патриотизма перед ними И, конечно же, проводятся концерты, выставки, посвященные этой великой теме И экскурсии разные по боевым местам Поэтому наглядно люди, дети видят о том, как многое сделали мы во время... Я понимаю, как бы, патриотическая тема у нас связана больше с Великой Отечественной войной Ты со мной согласен? Потому что это действительно пример мужества, смелости, героизма Наша гордость, это наша история, и действительно вся страна, я думаю, гордится великим подвигом наших русских людей А сейчас я предлагаю вам, дорогие телезрители, вместе с Евгением Оксиненко разобраться, в каких условиях воспитывают Владимирских патриотов Артем определился со своей судьбой, когда ему было шесть Через пару лет молодой человек закончит школу и поедет поступать в Рязань Он хочет учиться в известном на весь мир, высшем воздушно-десантном училище Хотел бы восстановить свой род еще, как бы, с 19 века Вот именно военную историю, совсем офицерскую кровь И, соответственно, продолжить ее А пока время до выступления еще есть, в Центре военно-патриотического воспитания «Пост-1» Артем изучает все, что может ему пригодиться Школьники несут вахту памяти на площади Победа круглый год, участвуют в Зорнице Сейчас молодые люди готовятся ко Дню памяти и скорби Сейчас мы новое направление для себя открыли для города Владимир Это проведение военно-исторических постановок или реконструкций, по-другому еще больше так их называют Было проведено в прошлом году две реконструкции Одна была посвящена окончанию Второй мировой войны, обе марта мы проводили И потом через месяц провели в октябре месяце тоже военно-историческую реконструкцию, посвященную открытию вахту памяти Реконструкция 22 июня пройдет в Центральном городском парке Посвящена она будет подвигу нашего земляка, героя Советского Союза Владимира Истребцова, бросившегося на амбразу Рудзота Чтобы все было достоверно, сами шьют форму, учатся обращаться с оружием, но главное проникаются духом того времени Понимают, что же такое по-настоящему любить Родину и в чем проявляется патриотизм Наверное, в поступках человек, я думаю Патриот ведь он никогда свою Родину не продаст, никогда не уедет там жить, даже если будет у него такая возможность Он всей душой и сердцем любит Россию Матушку Всем еще раз доброе утро, звоните нам по телефону прямого эфира 36 66 66 Делайте это прямо сейчас, потому что мы в эфире всего один час, дорогие друзья Поэтому не упустите свою возможность, поучаствуйте в нашей викторине Вам нужно будет вспомнить, для молодого поколения вспомнить несколько строчек из нашего гимна А тем, кто помнит тот гимн, который был раньше СССР, звоните и вспоминайте его вместе с нами этим утром Ну и конечно у нас есть замечательная такая функция технологичная, высокотехнологичная Это с использованием социальной сети ВКонтакте Каждый день мы создаем в нашей группе ВКонтакте специальное сообщение Куда своими комментариями вы можете передавать приветы, различные пожелания, предложения и все, что только захотите И вот все эти сообщения будут видны у нас на экране Мы с удовольствием их прочитаем, передадим ваши приветы Ну и просто послушаем, что вы хотите сказать нам этим утром Поэтому звоните, не упустите такую возможность пообщаться с нами в прямом эфире А и сейчас я предлагаю уже начать гордиться здесь, в прямом эфире Мы никогда не прекращаем это дело Конечно, мы и так уже гордимся нашей великой страной Но сейчас предлагаем подтвердить это А мы вообще очень замечательно, я думаю, подготовились к теме У нас ведь даже наш оператор Леонид А у тебя какое отчество? Леонид Ильич? Да ты что? Фамилия не Брежнев, но почти А может быть и не Ильич, но пусть все думают, что Ильич Итак, Россия А давай гордиться вместе с телезрителями Уже есть звоночек? У нас есть звонок Доброе утро Доброе утро Здравствуйте, вы в прямом эфире Доброе утро Как вас зовут? Эдик Эдик, доброе утро Ну расскажите, с чего начался у вас вот этот сегодняшний день, вторник? Не знаю Проснулись Вы, наверное, проснулись и включили телевизор, а тут мы Так вот, да-да-да-да Ну скажите, завтра выходной Чем планируете заняться в этот такой выходной день среди рабочей недели? Работать буду А, то есть вы такой тургоголик прямо Да-да-да Ну я считаю, это замечательно Вот на таких людях и держится наша великая страна, которые даже в праздник работают Правильно, конечно Готовы ли вы сегодня вместе с нами вспомнить несколько строчек из гимна? Готов Давайте, пробуйте Я предлагаю вспомнить из гимна СССР Вот смотрите, давайте я вам зачитаю начало, а вы попробуйте продолжить, сможете? Давайте Итак, гимн СССР, было две вариации гимна Один гимн был с 43 по 77 год, а второй с 77 по 91, уже до гимна России Отлично подготовился Я предлагаю с самого первого Вот смотрите, Эдуард Союз нерушимой республик свободных Сплотила на веки Великая Русь Да здравствует собственной волей народов Единый могучий Советский Союз Браво! Эдуард, а мы не знали, что у вас сейчас замечательный голос? Не, я не знал Эдуард, вам большое спасибо за звонок Ну, вы замечательно справились с заданием Мы вас поздравляем раз Говорим спасибо вам за звонок два И желаем вам самого хорошего настроения этим утром Раз, спасибо До свидания Вот такое настроение с утра у жителей нашего города И это радует И если есть люди, которые помнят не только гимны, но и нашу историю Молодец А это очень важно Мы не пропадем Ну что, а давай теперь продолжим гордиться нашей страной Ну что сказать, наша страна самая большая по территории в мире Но это неоспоримый факт И мы этим гордимся Гордимся? Конечно, гордимся Она расположена в Восточной Европе и Северной Азии Знаешь, надо как мы регулируем А расположена в Восточной Северной Азии Является самым большим государством мира Да? Да Серьезно? Россия имеет одну границу с 18 странами Из-за большой... Мы уникальная страна, потому что только Россия имеет такую границу Конечно 18 стран с нами граничит Это с 18 направлением С нами граничит 18 стран Из-за большой протяженности в этой стране 10 часовых поясов Вот я всегда мечтала встретить Новый год Помнишь, у нас была передача, нам рассказывали, как встречали Новый год В самолете Можно прилететь через всю Россию и 10 раз встретить Новый год Отличный Новый год У нас самые чистые реки, чистый свежий воздух, красивые города Красивые женщины! Главное! Ну зачем ты мою фразу украла? Оберегила! Просто это про мужчин красивых Конечно же, красивые самые мужчины, самые умные мужчины А теперь я, а у нас самые интеллектуальные Да, у нас самые красивые и умные мужчины, и у нас самые красивые женщины Берс! Просто, да? Ладно, у нас самые красивые, умные, обаятельные и... ну, в общем, у нас самые любимые женщины в России Россия омывается 12 морями! Представляешь? Не может быть, Аня! Черная, Азовская, Балтийская, Белая, Карская, Лаптевых, Баренцево, Чукотская, Восточно-Сибирская, Японская, Охотская, Белинговая и Каспийская 12! Молодец! Держи 5! Держи 12! 5 и 2! Прелесть! Отлично! Ну что, я думаю, мы с собой такую небольшую зарядку сделали, а теперь давай предложим сделать зарядку вместе с нами, вместе с Оранжевым утром, нашим телезрителям Доброе утро, дорогие владимирцы! Сегодня утреннюю зарядку, с вами буду проводить я, мастер спорта международного класса по борьбе с самбо Константин Радькова Часто мы сталкиваемся с подобной ситуацией, просыпаясь с утра, чувствуете, что у вас болит спина, затекшая после ночи Сейчас я покажу несколько способов, как это исправить, чтобы легко и быстро собраться и пойти на работу Первым упражнением можно сделать такое несложное, достаточно эффективное упражнение, как подтягивание к полу В положении сидя, как бы садясь на стул, мы стараемся дотянуться как можно ниже руками до пола, обращаем внимание, что поясница прогнута и голова смотрит вверх Таким образом повторяем 3-5 раз, ноги на ширине плеч, руки в замочек и стараемся тянуться как можно выше за руками Следим за тем, чтобы пятки при этом не отрывались, потянулись, замерли, дальше выполняем наклон вперед Самое главное – обратить внимание на то, что все движения делаются без каких-то рывков, чтобы не травмировать свои мышцы и связки После легкого растяжения можно перейти к упражнениям, поднимающим тонус мышц Я предлагаю сделать простые три сеты из отжиманий и пресса Вторым я предлагаю сделать отжимания в различных упорах по 10 раз в каждом Сначала ставим руки как можно шире, выполняем отжимания Затем на уровень плеч сужаем руки, выполняем отжимания И потом накладываем ладонь на ладонь и тоже выполняем отжимания порядка 10 раз Затем переходим в положение сидя и делаем стандартный три сет на пресс Это из упора сзади поднятие ног Порядка 15 раз выполняем Следим, чтобы ноги были прямые Затем сгибаем ноги в коленях Поднимаем корпус 10-15 раз И затем одновременно руки и ноги поднимаем Проделав такой нехитрый комплекс упражнений Вы заряжаетесь бодростью практически на весь рабочий день Будьте здоровы, занимайтесь спортом и хорошего дня Всем доброе утро! Сегодня мы говорим о патриотическом воспитании Вообще, что такое патриотизм? В Российской Федерации по настоящее время не решен вопрос о захоронении сотен тысяч, если не миллионов останков военнослужащих, погибших при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны Около 70% из них считаются пропавшими без вести И сегодня гость нашей студии, человек, который помогает родственникам отыскать своих отцов, дедов и прадедов Это председатель областной ассоциации поисковых отрядов Михаил Гунаев Михаил, здравствуйте! Доброе утро! Спасибо, что утром нашли время прийти к нам в гости Вот на такую интересную, я думаю, очень важную тему поговорить Давайте сразу первый вопрос Чем занимается ваш поисковый отряд? Сначала, с 2001 года, когда создался наш поисковый отряд при военно-спортивном клубе «Гром» И мы начали ездить в поисковую экспедицию Основной целью и теперь нашей работы состоит в том, чтобы найти непогребенные останки бойцов С должными почестями их перезахоронить По возможности, если у них есть медальоны или какие-то подписные вещи, установить их фамилии И найти их родственников, чтобы сообщить, где и как погиб их Там дед или прадед уже, наверное Сколько существует уже отряд? И много ли единомышленников у вас? Ну вот, как я сказал, с 2001 года существует поисковый отряд военно-спортивного клуба «Гром» В 30 июня 2005 года мы создали молодежно-общественную организацию Владимирской области Ассоциацию поисковых отрядов с одноименным названием «Гром» Вот, сейчас в нее входит 7 поисковых отрядов Я думаю, что это порядка 70 человек в среднем То есть это в городе Радужном поисковый отряд «Гром» и поисковый отряд «Страшина» Поисковый отряд областного кадетского корпуса, который с нами работает с 2005 года Сейчас еще есть поисковый отряд Денисовской средней школы С таким же одноименным названием «Гром» Это Гороховецкий район К нам присоединились совсем недавно поисковый отряд «Молнии» Это областная ассоциация ветеранов боевых действий внутренних войск Вот, и тоже совсем недавно поисковый отряд «Рысь» Это боевое братство города Кольчугина И вот уже несколько лет мы работаем с поисковой краеведческой группой «Память» города Мурома То есть везде, в принципе, в основном В каждом городе Владимирской области есть свой отряд Еще, конечно, не в каждом, но практически И это очень приятно, что именно эта идея, конечно А вот расскажите, вы видите, с вашими поисковыми отрядами делать различные выезды, экспедиции по всей стране Какие планы на этот год? Ну, мы обычно выезжаем в Смоленскую, в Ленинградскую область каждый год В этом году мы уже были с 25 апреля по 8 мая в Сычопском районе Смоленской области Сейчас мы в июле планируем традиционно выехать в Гатчинский район С 2001 года, как я и говорил, мы начинали именно с Ленинградской области, с Гатчинского района И до сих пор работаем по этому району, не нарушаем традиции И осенью собираемся выехать еще в Ельню, это Смоленская область То есть как раз по местам боев 41-го года Ельинской операции Насколько эффективны поиски? Вот за этот период времени сколько удалось им найти? Не то, чтобы найти даже, наверное, а имена? Здесь нет, тут получается как раз так, что удалось найти уже более 700 бойцов и командиров Красной Армии И по медальонам или по подписным вещам удалось установить 22 фамилии погибших бойцов Всего 22? Да, то есть это очень-очень маленький процент И у 14 человек удалось найти родственников и сообщить им, где конкретно захоронены их родственники В этом году на весеннюю вахту бойца поднимали мы в 2004 году в Сычевском районе А в этом году приехала его племянница Колесова Татьяна с Алтайского края То есть вот представляете, человек приехал с Алтайского края для того, чтобы посетить и могилу И мы ее вывели и на место гибели, где непосредственно поднимали останки этого бойца вместе с 30 другими То есть в общем-то довольно-таки интересные трогатели Это впечатляет, действительно это впечатляет, когда человек приезжает, чтобы увидеть, где и как погиб родственник Расскажите, вот вы сегодня к нам в студию принесли такие вещи военных лет Расскажите подробнее, пожалуйста Ну вот то, что и почему удается установить То есть это вот медальоны, которые должны по приказу 40-го года были быть у каждого солдата Но, к сожалению, в ноябре 42-го года их отменили, ввели красноармейские книжки И после 42-го года, вот в тех частях, где командиры до сих пор требовали солдат То есть у них были вот такие вот медальоны, в которых лежали вот такие вот записки с данными бойца Здесь имя, фамилия, отчество, год рождения, откуда он призывался И вторая половина – это адрес семьи, куда надо было сообщить в случае его гибели Давайте я покажу нашим телезрителям То есть вот такой, как это правильно называется? Бланк медальона, да Бланк медальон, который находился с 40-го года, должен был находиться при каждом солдате Да, ну вот, к сожалению, я говорю, в 42-м году их отменили И после 42-го года, когда ввели красноармейские книжки А эта вещь была, ну, сами понимаете, бумажной И бумага в земле столько времени не сохраняется Еще, как бы, один из вариантов, вот про то, что я говорил Это подписные вещи, по которым можно тоже установить фамилии бойцов И в дальнейшем через объединенную базу данных Министерства обороны Которую сейчас сделало, или можно установить Это действительно тоже уникальная вещь, то есть прям военных лет Поднято, да, сам солдат это заполнял, ну, писал Вот, самое интересное, что вот он был призван в 38-м году В рабоче-крестьянскую Красную Армию И в 41-м году, скорее всего, это... Леонид Период август-сентябрь 41-го года Вот как раз под... в Гатчинском районе, под Вырицей Где части 41-го корпуса были окружены немцами Вот, он там и погиб А еще... Еще, да, представлена у вас фляга Фляга, да, то есть это было поднята, так же, как и ложка с останками Но это уже другого бойца Вот здесь вот есть его инициалы И здесь вот можно увидеть, что... Прошла насквозь пуля Да, пуля прошла насквозь То есть там, где поднимали эту флягу, было 4 бойца Вот у одного была фляга Были еще резиновые сапоги, как неудивительно То есть мы их тоже забрали в музей Единственное, первый и последний раз Вот за 12 с лишним лет работы Мне попадались резиновые сапоги у бойцов Ну да, обычные кирзы, да? Ну, обычные даже ботинки, скажем так Ботинки Ботинки, да, невзирая на зиму, лето, осень То есть основная масса народа была в ботинках А владимирцев удавалось найти из этих 22 человек? Из 22 установили Здесь из 22 там владимирцев в принципе не было То есть, но поисковые отряды они никогда не делят Кого поднимать и как поднимать То есть мы поднимаем погибших солдат Кому как уже повезет Но по запросам других поисковых отрядов То есть вот только за прошлый год Нами были найдены родственники 4-х владимирцев Вот И одного из них похоронили в Гюриевпольском районе В селе Сима То есть он вернулся непосредственно на родину Вот, а так работаем с отрядом Вот если брать по прошлому году Это с Волгоградской области обращались Тут же обратная связь То есть с севера с Карелии Самые дальние туда уже ближе к океану Вот Обращались в прошлом году с Белоруссией ребята То есть в принципе поисковые отряды Работают не только в России Но и в Белоруссии И на Украине И поэтому в общем-то как-то мы Сотрудничаем Между собой дружим и сотрудничаем Наверное, такой, я думаю, уже последний вопрос Вот как вы решили заниматься Таким очень важным, полезным и ответственным делом? Ну, в общем-то Наверное, сначала мы как бы думали Когда создавали военно-спортивный клуб В 2000 году Что кроме военной подготовки Патриотического воспитания молодежи Как бы на основе военной подготовки Надо что-то вот еще более такое Серьезное, интересное И вот в 2001 году Благодаря комитету По вопросам молодежной политики Тогда меня отправили в Нарофоминск На встречу руководителей поисковых отрядов Это был апрель месяц Вот Я в июле Мы первый раз уже как бы Познакомившись с питерскими ребятами Выехали в экспедицию То есть сначала это, наверное, было интересно То есть все в основном в поиск приходят Ну, как бы из интереса Попробовать себя в таких условиях Полевых Потому что экспедиции проходят чаще всего Ну, от 10 дней до 2 недель Иногда и до 3 недель То есть, соответственно, это палатки Полевая жизнь То есть кто как к этому может отнестись Ну и плюс работа Работа в основном начинается с 9 утра И иногда продолжается и до 9 вечера То есть Пока не стемнеет Ну, в общем-то, да В общем-то, да Так оно и получается В этом году вот последнего бойца поднимали Уже солнце садилось Но реально понимали, что его надо доработать То есть нельзя оставлять Потому что это был последний как бы рабочий день На следующий день уже вахта заканчивалась И народ до упора работал для того, чтобы не оставить ни одной даже маленькой косточки Вот, вот и я Михаил Бунаев, председатель областной ассоциации Владимирских поисковых поисковых отрядов Был сегодня у нас в гостях Спасибо, что нашли этим утром время прийти к вам в гости Ну и спасибо вам за то, что занимаетесь таким делом Очень важным Я думаю, для всех россиян это очень-очень важное дело Спасибо Вам еще раз спасибо Я думаю, вот такими людьми действительно гордится наша страна А сейчас вам, телезрители, мы предлагаем посмотреть быстрый завтрак в «Оранжевом утре» В Ковровской мэрии и суд не указ Местная свалка в очеринском карьере, которую город использовал на протяжении полувека Была закрыта прошлой осенью по решению суда Но мусоровозы потоком продолжают возить туда отходы Тревогу первыми забили местные жители Ничего не изменилось Машины как ходили, так и ходят Бесконечно Начиная с 8 утра и кончая вечером И вон машина пошла, вон, вон, она не закрыта И вон, вторая за ней Люди обратились в мэрию, ответ шокировал Если верить и он, начальника управления городского хозяйства Некрасову Свалка в Ощерине закрыта И до 2017 года будет проведена ее рекультивация Управление городского хозяйства Информация о фактах вывоза ТБО в Ощеринский карьер не располагает Выходит, что в Ковровской мэрии И не знают, куда ездят с мусором машины муниципального предприятия Поток мусоровозов не замечают и в городской прокуратуре Куда обращались жители Глава Коврова Виктор Кауров по телефону сообщил Что о происходящем знает и все проблемы под контролем А вот какое решение точно исполняется Так это увеличенная оплата за вывоз ТБО В связи с закрытием старой свалки Тариф в Коврове вырос почти в два раза Потому как мусор должны были возить в Маринку На 40 километров дальше Вот и выходит, тариф увеличен А мусор возят по-прежнему В ближайший с городом Лесок Партия власти определилась со своим кандидатом в губернаторы Светлана Орлова возглавила список Единой России Накануне стало известно, что помимо временной исполняющей обязанности губернатора области О своем намерении участвовать В первых за последние 12 лет выборов губернатора Официально заявили еще два кандидата Общественник Борис Анчугин И лидер регионального отделения партии Патриоты России Игорь Шубников Всем претендентам на губернаторский пост Предстоит преодолеть так называемый муниципальный фильтр То есть заручиться поддержкой депутатов И глав муниципальных образований Для регистрации в качестве кандидатов Губернаторы, желающим занять кресло Главы администрации области Необходимо собрать 136 подписей Крайний срок подачи документов 24 июля Муниципальный фильтр обязателен Для всех кандидатов на должность Губернатора Владимирской области Это необходимо определенное законом Количество подписей, которые они должны собрать Сегодня избирательная комиссия Владимирской области Приняла соответствующее постановление В котором определила эти цифры Все эти данные размещены на сайте Облазбирком и владимиразбирком.ру Либо владазбирком.ру Неприятный сюрприз в ароматном флаконе Жительницы Владимира подарили духи В которых она обнаружила таракана Людмила Гириллина возглавляет региональное отделение Комитета солдатских матерей России Но сегодня она не ведет прием призывников И их родителей, а пытается отстоять Собственные права Права потребителя Обратилась в этот магазин Где приобрели эту парфюмерию И они сказали, что сейчас с этой фирмой Они никакого не имеют дела У нее было всего три набора С этой фирмой И они уже сейчас не сотрудничают Возврата денег Людмила не требует А пытается разобраться, как духи с тараканами Попадают на Владимирский рынок Очевидно, что насекомое оказалось Внутри флакона еще при производстве И разливе духов Дозвониться до производителя, правда Ни у женщины, ни у нас не получилось Подозрение вызывает и название духов К известному во всем мире бренду Добавлены две буквы Производителю фальсификата После проверки грозит либо крупный штраф Либо приостановка деятельности компании Флакон с тараканом мы передали В региональное отделение Роспотребнадзора Всем доброго утра Отличного настроения Хорошего дня Мы напоминаем, что сегодня с вами в студии Дмитрий Шевелев И Анна Лузгина И в преддверии Дня России Сегодня 11 июня Мы говорим о патриотической теме Ну и вообще о нашей с вами любимой стране И конечно же мы должны обязательно сказать Про Владимирский хлебокомбинат Который является нашими спонсорами Владимирский хлебокомбинат Это более 130 наименований Различной продукции Конечно же самые вкусные и ароматные Это и булки, и сухари И сухари Хлеб, что еще, слойки Все, что только вы захотите Все из Владимирского хлебокомбината И самое главное Продукция Это отечественные производители Которые мы тоже гордимся Правильно И конечно же мы У нас есть звонок Да, но я же тоже хочу об этом сказать Нет, я Он и я Давай вместе Давай Доброе утро Доброе утро Здравствуйте Представьтесь, пожалуйста Александр Александр Доброе утро Очень приятно Вам большой привет Удачи Спасибо, спасибо большое Сегодня мы говорим про У нас сегодня такая патриотическая тема И сегодня мы вспоминаем гимн Советского Союза И наши современные Попробуем сейчас вместе с вами пропеть несколько строчек Давайте Я думаю, вы без сомнения знаете гимн Давайте с вами тоже вспоминать гимн Советского Союза Но вот уже, который я сказал, был после 77-го года Итак, я читаю первые две строчки Вам нужно продолжить и вспомнить, напеть, прочитать две последние строчки Давайте вот так Сквозь грозы сияло нам солнце свободы И Ленин великий нам путь озарил На правое дело он поднял дороги На тропы, на подвиги надо вдохновил Браво, Александр! Наши горные продолжители А дальше можешь петь? Мы не сомневались, что вы знаете гимн, Александр Ну и вообще, вот с таким настроением должен начинать день каждый житель нашего города Надо узнать гимн всем Давайте, Александр, давайте споем весь гимн Конечно, конечно Союз Начинайте Еще раз не понял Давайте споем весь гимн Какой? Россия или Советского Союза? Давайте СССР первую строчку и первый припев Союз нерушимых республик свободных Спотела велик На веки Великая Русь Да здравствует созданным волей народов Единый, могучий Советский Союз Во все Отечество Наши свободные Дружбы народов Союзный оплод Партия Ленина Сила народная Нас к торжеству К коммунизму ведет Александр, вам наши бурные продолжительные аплодисменты Спасибо большое, что вы с таким отличным настроением Звоните нам Мы будем ждать ваших звонков еще и еще Спасибо Спасибо, Александр Спасибо, счастливо вам Замечательное настроение С таким вы начинаете это утро Большое спасибо вам за звонок Ну и за ваши вокальные данные А сейчас вам, дорогие телезрители Мы предлагаем посмотреть сюжет с фото выставки Которая носит название «Мое Отечество» Когда Алена узнала о фотоконкурсе в родном ВУЗе На призы не рассчитывала Просто хотела показать свои работы, посвященные городу Фото выставка называется «Мое Отечество с любовью к Владимирской земле» Приурочена она к 1150-летию зарождения российской государственности Участвуют в ней студенты, сотрудники и выпускники Академии народного хозяйства и государственной службы Я надеюсь, что тот, кто будет смотреть фотографии И поймет, что эти фотографии пропитаны просто любовью к своему городу У меня сфотографирован памятник Андрею Рублеву Сфотографирован парк Пушкина То есть, не знаю, мне кажется, что это просто очень красивые фотографии Которые показывают, как настолько я люблю свой любимый город Владимир Из нескольких сотен работ отобрали лучшие Теперь полюбоваться на них могут все Кроме самой выставки, организаторы приготовили специальные альбомы Куда вошли фотографии победителей во всех номинациях Мой город нить времен, студенческие годы, настроение, память сердца Победители выбирало профессиональное жюри Чтобы была фотография живая Чтобы она была непридуманная Мы видели, да, здесь моменты интересные в жизни И, естественно, композиция в том было Вот эта выставка вызывает огромный позитив Радость Я смотрю, как люди смотрят Находят лица своих друзей, лица своих родных Лица своих коллег Это приносит особое какое-то удовольствие Выставка должна стать традиционной Если не тема, то формат точно В Академии народного хозяйства государственные службы Любят фотографию и готовы своим вдохновением делиться Доброе утро! Сегодня мы в преддверии Дня России Поднимаем патриотическую тему И в школах, возможно, введут еженедельные уроки мужества и патриотизма Общественная молодежная палата Москвы Разработала законопроект по патриотическому воспитанию граждан Документ сейчас дорабатывается И должен быть внесен рассмотрение в Госдуму Российской Федерации в конце 2013 года Я думаю, что это будет очень полезным событием Для нас, для всех А мы хотим вам представить нашего следующего гостя Уже у нас в студии Роман Александров, директор молодежного центра Роман, здравствуйте! Доброе утро! Как вы? Поддерживаете подобный законопроект? Ну, вообще, конечно, поддерживаете Чем больше таких подобных будет вообще вводиться на уведение Это, конечно, только лучшую сторону сыграет Для целей патриотического воспитания молодежи Ну, как вы считаете, вообще, вот, в Владимире у нас Нужно ли это вводить в школах? И как вообще общее состояние? Патриотическое воспитание, да Ну, патриотическое воспитание, это очень такой сложный, да Интегральный вообще понятие, на самом деле Его можно подразделить на военно-патриотическое воспитание Причем здесь, согласно закону, есть, значит, обязательные составляющие Которые, в общем-то, в школах, это цикл ОБЖ Тех дисциплин, которые ребята проходят В основном теоретическая такая составляющая Есть необязательные, добровольные мы называем Вот как раз наш молодежный центр В рамках центра военно-патриотического воспитания Центра пост номер один Который оказывает как раз военно-патриотическое воспитание Вот решает этот вопрос Ну, добровольное, так сказать, воспитание молодежи То есть к нам попадают люди молодые, которые уже, так сказать, предрасположены к более серьезному такому служению родине Да, то есть они приходят У нас он находится на Чеховском номер два У вас сегодня сюжет был с утра, я знаю Вот, поэтому по посту номер один И занимаются более углубленным изучением Здесь уже и тактические какие-то навыки отрабатываются Участвуют в военно-патриотической, спортивной такой игре «Зорницы» ежегодно Это порядка 500 человек проходит Через вахту памяти у нас на посту номер один вечного огня славы Вот, ну и таким вот образом Сейчас новое направление ребята осваивают Это военно-историческая реконструкция Ну, мы ее называем постановка Вот буквально 22 июня мы будем в День памяти и скорби проводить на территории Центрального парка культуры отдыха города Владимира В два часа дня всех, кстати, зрители пользуются лучшим Приглашаю военно-историческую постановку, посвященную вот как раз вот Дню памяти и скорби За основу взят сюжет 43-го года, когда в ходе корсунь шевченской кооперации, значит, Виктор Иванович Естребцов, это герой Советского Союза В 43-м году посмертно было присвоено угловозвание герой Советского Союза Своим телом закрыл амбарзор из зота И тем самым, в общем-то, спас большое количество советских солдат Вот, и вот мы, в общем-то, эту тему будем тоже раскрывать Ребята в ходе этой постановки как раз вот примут непосредственную часть Они сейчас уже готовятся В сюжете, кстати, было показано, как они в том числе вышивают и немецкую форму немецких солдат Потому что показать вот эту вот такую военную, значит, реконструкцию нужно еще и противника иметь Собственно говоря, вот для этого мы как раз сейчас проводим эту работу То есть закупаем определенные там необходимые обмундирования, материалы Да, ребята сами на основании там документов и так далее изучают, как это все вообще происходит То есть это очень здорово Я как раз хотел спросить, а консультанты есть, да, наверняка? А консультанты, ну... Или это все сами, сами, естественно, да То есть сами, консультанты у нас, самый главный консультант, это наш ветеран Великой Отечественной войны Который еще у нас в Дом здравии находится И они как раз приходят и на эти исторические постановки Вот проводили мы, значит, 2 сентября прошлого года Посвященный окончанию Второй войны, постановку Бимарта Они, в общем-то, тогда очень много предложений конструктивных несли, пожеланий Сказали, что все-таки война есть война И нужно передвигаться умело и тактично Мы сейчас как раз ребят готовим в том числе и в этом отношении То есть на поле боя нужно Вот Хромов Владимир Сергеевич, тот человек, который руководит этим постом номер один Значит, патриотическое воспитание Который большую работу вносит Ну, вообще, конечно, патриотическое воспитание Оно во многом зависит и от тех руководителей Ну, преподавателей, если вы уже говорите Которые в школах, там, в учебных заведениях работают Здесь хочется отметить работу как раз у того механического колледжа Лицей номер 9 Там действительно работа по патриотическому направлению очень серьезно проводится Ребята постоянно участвуют во всех мероприятиях, которые мы, как город, предлагаем И свои, собственно, организовывают Ну, а дальше патриотическое воспитание можно подразделить еще и, в принципе, это не только любовь к родни, да, к тому месту, малой родни, в котором ты родился Это прежде всего и здоровый образ жизни Это пропаганда как раз вот именно вот этого вот момента Поскольку здесь можно сродни говорить о том, что человек, который употребляет алкоголь, там, или табак Он, в принципе, своим, в общем-то, не особо, может быть, неосознанно даже, а вредит, наносит вред родине, прежде всего, да Ну, да, такое широкое понятие Да, да, поскольку алкоголь, он в определенной степени вымывает генетику, да, и все это на последующих поколениях сказывается Поэтому, если мы говорим о том, чтобы наша страна, родина была сильной и могучей, да То мы, прежде всего, должны на себя начинать Мы должны отказываться от алкоголя, от табака Потому что здесь нет никакой разницы Если в военном конфликте силовом, да, мы говорим речь о каком-то оружии, да, там, о каких-то автоматах, пулеметах, значит, пушках, там, ракетах, самолетах То, в принципе, здесь тоже это начинается с шампанского и заканчивается, там, героином, в конце концов, табаком Ну, табак, пиво, в принципе, это вещи такие, которые можно сопоставить с автоматом Калашникова, да, по большому счету Ну, в принципе, назначение один и тот же Только здесь идет подрыв, посредством уже более такой мудрый, наверное, какой-то, ну, в кавычках, да И поэтому, ну, уже это тоже понимать Дальше мы с вами живем в многонациональном государстве, да И здесь тоже нужно любить и толерантно относиться с великодушием к народам России Ко всем абсолютно без исключениям Все мы люди одной цивилизации, я назову я русской цивилизации О которой говорила Пушкин, Есенин, Антургенев и великие наши русские поэты, писатели, историки и так далее То есть, тоже это нужно понимать, что школа, которая ведет отношения в этом, в большую работу, да Я благодарен нашим педагогам, преподавателям, которые большое количество времени, значит, ну, опыт имеет Педагогическая работа огромная, еще с советского времени Они сейчас это тоже через себя все пропускают, переносят И на молодое поколение, естественно, это тоже В принципе, на мой взгляд, патриотическое состояние, вот оно как таковое У нас в городе в этом отношении достаточно, работа проводится Есть, конечно, моменты, где нужно усиливать, но всегда, как бы, есть над чем работать Не без этого Да, не без этого Но в целом, я считаю, что приемлемо достаточно Как мы видим, люди помнят гимн Советского Союза, гимн современной России, да Вот, сейчас это очень зло Ну, это такая малая часть, да, в принципе Потому что объем огромный Начинать нужно, в первую очередь, с себя, в любом случае Очень важно, что ведется такая работа И очень большая работа ведется по этому поводу Вот еще немного вопросов про молодежный центр То есть, как вообще можно, то есть, вступить, начать оказывать помощь вашему центру То есть, вот для юных Патриотического воспитания, да, именно Ну, здесь просто, на самом деле То есть, любой желающий, как я уже сказал, центр расположен Чековского, улица Чековского, дом 2 Как раз в районе Площи Победы Может прийти и сам, в общем-то, принять участие Ну, абсолютно в любых направлениях Ну, вот в участии Желание помочь Да, желание помочь, да То есть, причем мы здесь идем на встречу Там, если в других городах посмотреть То там, как правило, патриотические вот эти вот Ну, я имею в виду, вот если проводить реконструкционные какие-то мероприятия Они там тоже проводятся Ну, там как раз ребята, в основном, значит, так сказать Занимаются на самостоятельной основе Закупают оружие сами, там, да Где-то обмундирование какое-то ищут И приходят, объединяются Вот такой клуб исторический Так многое, ну, патриотическое воспитание Такое объединение исторических клубов Вот, в частности, мы проводили, когда реконструкцию 2 сентября В районе Бимарта, опять-таки вернусь Посвященное, значит, окончании Второй войны Там у нас принимало участие Ну, у нас не было своих Тогда немецких солдат, естественно, да Кто выполнял роль Мы пригласили, вынуждены были пригласить Нижнего Новгорода Это, значит, Новгородское объединение исторических клубов Они как раз вот, да там, клубы, ну, скажем так, семейные, да То есть вот семья занимается, увлекается этим направлением Вот они объединяются, выезжают куда-то и так далее И, в общем-то, вот они к нам приехали Мы посмотрели, то есть, ну, все-таки дорогое достаточно удовольствие Пригласить, значит, оплатить дорогу, проживание Поэтому решили своих нужно воспитывать Правильно И вот буквально в 9 мая ездили уже в Подмосковье наши ребята И там очень хорошо проявили, благодарность проявили То есть уже, в принципе, нас уже приглашать начинают И это очень радует вам Правильно направление двигается И ребята по-другому немножко относятся То есть он действительно человек молодой Когда в эту систему попадает Он проникается духом вообще всей идеологии этой То есть это очень здорово То есть быть частью системы Все-таки понятие тусовки для молодежи, она очень близка И здесь тоже можно это так обозначить в какой-то мере То есть это тоже правильная тусовка Но она, то есть круг по интересам Молодежь, молодежь, она быстрее понимает друг друга Поэтому нам нужно здесь как можно больше, в общем-то, всегда прикладывать усилий Чтобы их саморганизовать И направить в тот вектор развития, который будет на достижение консультивных целей Ну, в принципе, да, это закон образования Роман, большое спасибо, что этим мудром пришли к нам в гости Спасибо вам за такую тоже интересную, полезную деятельность Которую ведете в нашем городе Директор молодежного центра Роман Александров был у нас в гостях А сейчас вам, дорогие телезрители, мы хотим предложить посмотреть сюжет О том, как в эти выходные 8 и 9 июня Под Ковровым прошло замечательное событие Прошла игра Лазертак Это была реставрация военного действия Которая битва носила название «Форсирование Днепра» И сейчас давайте посмотрим, как это было Доброе утро, Владимир Сегодня мы находимся на уникальном мероприятии Клуб активного отдыха «Владимирская застава» Организовала масштабный маневр Сражение, которое получило название «Форсирование Днепра» Битва за Днепр, наряду со Сталинградом и Курском Стала одним из трех крупнейших сражений 1943 года Она показала, что германская армия уже не в состоянии Сдержать наступления противника Даже пользуясь удобным естественным рубежом Мы будем освещать все крупные события Второй мировой войны В большей степени именно наш фронт, русский фронт Это просто легло, как один из сценариев в этой череде Лазертак — это старый добрый пинбол Но главное отличие в том, что вместо шариков с краской Используется луч для поражения противника Несомненно, это большой технологический прогресс Который позволяет добавить в игру больше реализма Лазертак — это не детская игра в войнушке На сегодня лазертак обладает всеми качествами экстремального вида спорта В некоторых странах оборудование лазертак используется для тренировки спецназа В него могут играть как мужчины, так и женщины, и даже дети Отсутствует боль, что позволяет отдыхать всей семье У нас сегодня приехало, у нас очень много именно семей И детей, и родителей, и женщин То есть это такой как объединяющий фактор Самое главное в лазертаке — это хорошая маскировка И точный выстрел В лазерном сражении приняло участие более 200 человек со всей России Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Липецк, Саранск, Тверь Участники самых разных возрастов были поделены на две команды Красные, которые держали оборону, и синие, которые шли в атаку Дорогие телезрители, вы не поверите, насколько это интересно и увлекательно Вот так окунуться в эту военную атмосферу Сейчас я попробую в одиночку взять вражеский штаб Я убит Хорошо, что это не по-настоящему Буквально 15 минут, и я вернусь в бой Патроны кончились Придется так идти Ну что ж ты будешь делать, а? Восточный вал взят Но это только первый день масштабных маневров, который организовал клуб активного отдыха «Владимирская застава» Завтра бои продолжатся Но вам мы желаем, чтобы смотреть все это на своих телеэкранах Лучше попробовать все на личном примере Дмитрий Шевелев, Леонид Новиков Специально для «Оранжевого утра» Ну а наш эфир подходит, к сожалению, к концу Да, всего один час у нас, поэтому мы очень сожалеем Хотели бы еще час вместе с вами провести Но у нас сегодня была оранжевая викторина Мы вспоминали гимн Администраторы наши свяжутся с победителями Обязательно расскажут, где и как вы сможете забрать свои призы Ну и немного подробнее о подарке Это наша кружка с символикой оранжевого утра И вкусный подарок от кафе «Вилкинет» Кафе «Вилкинет» — это японская европейская кухня в кафе и дома Большие порции, маленькие цены Кафе «Вилкинет» — вся сила в качестве Сегодня мы с вами говорили о России О патриотическую тему поднимали И вот в преддверии как раз-таки этого праздника Хотим всех россиян поздравить с этим замечательным днем Хорошо вам провести этот день Хорошо провести выходной Ну и в частности, страна Мы поздравляем тебя с твоим днем Это «Час» в прямом эфире С вами были Анна Лугина И Дмитрий Шевелев «Час» в прямом эфире Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова